сегодня наткнулся на ролик уже правда не новый ролик джона коннора там он рассказывал о том что во франции была найдена пирамида достаточно интересный ролик эта пирамида была обнаружена при строительстве дороги честно говоря вот я впервые вижу в ролике джона коннора и при обзоре этой пирамиды джон коннор обратил внимание что с одной стороны пирамиды очень сильно присыпаны но он не стал развивать эту тему а мне она показалась очень интересной давайте посмотрим что получилось из того что я здесь нашел сначала я подумал что эту грязь нанесло потопом волной с этой стороны накрыла пирамиды видите здесь она даже заросла с этой стороны я начал смотреть ну возможный поток волны давайте смотреть вот в эту сторону сейчас мы так 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 идем дальше идем сюда 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 до большой воды замеряем 40 километров волна наверно пошла отсюда и захлестнула часть стены но получается если бы волна шла отсюда она была засыпала грязью все горы но город и у нас получается достаточно прифленными засыпаны пирамиды только в одном месте вот здесь вот да и здесь я увидел вот такую вот поляну я рук это не какая-то поляна а место от взрыва то бишь воронка тогда вполне вероятно что что-то здесь взорвалось и засыпала как раз вот эту часть землей разглядывая эту воронку я понимаю что что-то здесь не то взрыва ведь классическая воронка имеет определенную форму форму круга здесь она какая-то овальная может быть это не взрыв обычной бомбы может быть это взрыв ракеты сейчас опять будут говорить что автор мол чего-то там накурился или выпил будут мне доказывать что ракетные войска появились только в двадцатом веке а я вам хочу напомнить картину аванеса айвазяна то бишь ивана константиновича айвазовского пожар в москве 1812 года это не бревна это ракеты вот еще одно документальное доказательство трактат написанный казимиром семеновичем великое искусство артиллерии 1650 год конечно же я рассказываю это не тем людям которые занимаются альтернативной историей уже давно а тем которые до сих пор думали что в 17 веке народ воевал друг с другом исключительно деревянными луками и стрелами и закидывали друг друга лаптями ссылочку на эту книгу я вам дам внизу так что смотрите картинки читайте единственное что меня немножечко смущает вот если ракета прилетела отсюда да здесь она шандарахнулась вот в этом месте должен быть отвал ну вот примерно такой или вот такой вот сюда какой-то камушек прилетел около острова пасхи вот траектория сюда звезданулась вот впереди получился отвал сейчас мы даже посмотрим в диаметр 120 125 километров нехилый такой камушек кстати форму не что-то мне напоминает кажется женскую грудь и камушек такой шутник однако или еще один след около антарктиды вот какой камушек вот такой отвал должен быть правда траектория следа какая-то непонятная что-то она мне тоже напоминает по идее след от кометы должен быть прямой а он выглядит как-то на пол шестого почему такое случилось а давайте я задам вопрос футболистам или хотя бы тем кто пробовал играть в футбол знаете ли вы что такое крученый мяч вижу вижу по глазам вижу знаете падая на землю это огненная комета прокручивалась вокруг своей оси и даже когда уже коснулась земли по инерции она все равно еще прокручивалась и поэтому и получилась такая траектории в конце вот здесь это комета рассыпалась а если предположить что вот в этом месте была низина то тогда вполне вероятно вот этот отвал мог засыпать вот эту низину тем более что давайте рассмотрим местность мы видим что здесь ландшафт достаточно сложный вот здесь вот еще одна лощина низина вполне вероятно что и после вот этого места вот здесь вот а была низина все вот эта земля которая должна быть здесь на отвале она присыпалась в низину как вариант почему бы нет еще раз посмотрев на карту я сделал предположение что возможно ракету запустили с моря с это примерно с этого места эта бухта это самое оптимальное место и возможно ударили как раз этой ракетой с корабля звезданули здесь как раз полуостров прикрывает а мы видим здесь граница франция испания вот если смотрите долбанули и затем быстренько 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 на кораблике жик типа это не мы нас тут не стояла мы не знаем кто тут похулиганил ну возможно такой вариант так для чего же хотели разбомбить эту пирамиду но на мой взгляд пирамиды является источником связи то есть такое техническое помещение через которое можно держать связь с любой точкой мира давайте вспомним мифологию о египетских пирамидах а мифологии гласят о том что через эти пирамиды связывались с созвездием орион то есть могли разговаривать с орион сами а эта пирамида намного меньше египетской всего лишь 80 метров но мои предположения такие что через эту пирамиду могли связываться с любой точкой земного шара и то что ее пытались разбомбить а скорее всего это было перед началом какой-то очень серьезной войны военные стратегии по моему мнению правильно наметили точку для того чтобы уничтожить этот центр связи по мне этот шаг очень даже логичен ну а кстати пирамида поменьше такие как вторжки либо в пушкине под питером скорее всего выполняли функцию межгорода старшее поколение поймет о чем я давайте замерим насколько промазала эта ракета от пирамиды центр вершины пирамиды и ну давайте вот до сюда вероятнее всего ракета упала вот в это место здесь образовалась низинка в которой скапливается влага и образуется такая благодатная почва для произрастания деревьев и кустарников ну вот эту точку мы возьмем и так получается метры 340 метров 340 метров промазали ребята и это на расстоянии 40 километров я думаю когда капитан корабля подплыл к вот этой точке в это время начался шторм скорее всего так и было но у него уже приказ уже был а поскольку боевая операция расписана чуть ли не по секундам то в назначенный час x он сделал залп капитан интересно что он почувствовал когда ему сказали капитан вы промазали да он надеялся получить медальку а походу у него были полные штаны в любом случае интересно когда это происходило в какие года очень интересно ну вот и все что я хотел рассказать вам глядя на эту пирамиду кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось пишите в комментариях где я мог ошибиться где у меня логика захромала также рекомендую заходите на мой канал смотрите другие ролики ну например размеры подводных объектов неплохой ролик насим до свидания